Всем привет, друзья! Это новый влог. Начинается он с того, что мы сдаём мусор. Пластик Даня уже выкинул, сейчас выкидывает картон. На самом деле, очень радует количество людей всегда у этой штуки, потому что, как мы сюда не приедем, здесь пару людей точно выкидывают что-нибудь. Так что очень-очень здорово это осознавать. Хотела вам показать доставочку самоката. Мы с Даней проголодались. Еда у нас кончилась. Ну, почти кончилась. Мы уже почти доели их с котлетками. Хотим всё сделать из морозилки какую-нибудь еду. Но, чтобы хватило сил на приготовление, мы заказали готовую еду. И вот я сейчас буду пробовать. Каждый супчик стоит примерно 170-160 рублей. И его там, кстати, много. Кажется, что мало, но на самом деле целая тарелка набирается. И вот этот плов, он такой вкусный вообще. Я уже пробовала. Он там спрессованный, его тоже достаточно много. Короче, самокат это прям супер. Вот смотрите, какой классный плов. Он прям... Ну, вот у меня папа примерно такой же готовит в казане. А тут, ну, типа вообще очень вкусно и много. Еще вот лютая рекомендация, это суп с копченостями гороховый. Потому что он на вкус прям, как вот мама у меня делает. Ну, родители. А они готовят невероятно вкусно. Ммм... Вообще-то волнушки смело заказывать. Очень вкусно. Чиним дверцу. Вот так вот. Жаня, покажи, как ты чиню дверцу. Это какая? Я хочу купить сильную лампу. Блин, разбили. Губы и волна. Просто бобок. Спустя. Следующий кадр. Я, короче, купила. В итоге лампу. Как и сытам. Я снова пришла на ксензиалор. Второй раз. Вторая процедура. Жду. Второй раз уже не так страшно. Так вот клиника выглядит. Манацея. Я даю добро на старт. Когда я говорю по грамме, мне кажется... Когда твои руки поднимаются, мы начинаем. Да она никогда не поднимет. Да, блин. Нет, ты что, блин. Я как челку буду находить. Я не падаю под колесом. Вы сейчас начали увидеть, как у меня резко поднимет. Вырастет, чтобы не было видно своей улыбки. Блин. Да мы же вообще о нас помним. Да ладно, все. Давайте лягать. Блин, ты как-то плей без нее ходил. Она хотела бы в игру. Ты смеяться, типа? Нет, она хотела бы в игру, кто первый... Улыбку уберет. Это уже на хорошее начало. Ну, можем на смех, типа. Надо именно смеяться. Я тоже всегда улыбку не сделаю. Может, улыбку... Мы как скажем, что так, мы все улыбнемся. Дай смех. Дай смех. Что смех? Ну, мы сразу думаем. А три шутки знаешь какие-нибудь? Ну, мы смеяться, три шуток. Я знаю много шуток. Говорите, будем смеяться. Давайте, а два, два, три. Что не смеяться? Да, чтобы никто не смеялся, я буду говорить шутки. Нет, ну, давайте все. Короче, давайте нужно смеяться. Улыбаться мы сломаем. Ваша, давайте смеяться. Я понимаю. Улыбаться можно, короче. Нельзя смеяться. Улыбаться можно, нельзя смеяться. Ну, в идеале не улыбаться. Попробуем. Да. Улыбаться можно, наверное, шутить. Я все равно. Не увидишь денег. Ты не пиздот, я реально. Ты наш. Жалко повторить не будет. Нежевлоговая рубрика. Чарли писает. Писаешь. Чарли пописан. Ребята, смотрите, что здесь. Если вы уже смотрели меня на канале, я выбивала хутау себе. А сейчас у Дании вот 10 круточек накоплено и уже... Через 14 круток мне придется выпустить. Да, через 14 круток будет 90. То есть это десятка и еще, возможно, потом в четверке выпадет. Но мы надеемся, что сейчас, да? Да. Поэтому... Я знаю, что сейчас выпадет. Я прям... Ну что, крутим? Это первая моя мощная легенда. Да, она выдает много цифр и все такое. Ну, погнали. Ну, погнали. Да! Блин, кайф. Блин, вау-вау-вау. Как долго я этого ждал. Да! Офигеть! Не верится. Как круто! Теперь она меня будет бесить и петь. Это был гарант, кстати. Слушай, на третью крутку. Могли... Могли давно уже ее займать. Да, да. Может, еще что-нибудь сейчас выпадет? Может... А всегда выпадает что-то вроде слега. Ну, не как правило, но у меня так... Хочу бы и доу. А, блин. А, хороший, слушай. Ну, нет, но у тебя Синсю с ним бегает. Ну, он, кстати, не подходит на него вроде. Блин, Дань, поздравляю! Спасибо. Ну, все, теперь качать надо. Какая милашка. One client, two clients. Офигеть! Мы с Даней пришли в МФЦ. Меня поставить... Сделать очень важные дела. Да, что нужно сделать очень важные дела? Да просто спросить вообще-то. Мы же ничего не сможем сделать. Мы на консультацию по регистрации права. Короче, родители уехали в Иран у меня. Вот, путешествовать. И, то есть, мы всю неделю без них. Они дали мне единственную, конечно, задачу, которую я сегодня хочу сделать. Но больше особо дела нет. Поэтому, что мы сегодня... Просто надеемся, что никакие трубы не прорвет, ничего плохого не произойдет. Поэтому... А так найти ключ. Ключик надо только сделать, и все. Ну, я к тому, что мы с вами проснулись в час дня где-то. Это просто прекрасно. Особенно еще солнце на улице. Да. И вышли из дома где-то в два. И вот у нас сейчас первое дело. И то оно такое нерабочее достаточно. И через часик, думаю, вы домой? Да. У меня в четверг большие дела. С Сергеем Колером там с подписью закончить. Блин, ребят, у нас умерла рыбка в аквариуме. Ну, она уже... Это вторая. Первая уже давно умерла. Вот ее подружка сейчас умерла. От старости, наверное. Потому что они одинакового возраста были. Вот. И, блин, прикиньте, ее сом съел. Ну, типа, изнутри. Я офигела. Я просто прихожу. Во-первых, он весь рисунок на ней съел. А во-вторых, все, что внутри было рыбки. Я не знала, что такое бывает. И, в общем, у нас миссия ее похоронить. Но на улице зима. И я не знаю, как ее хоронить. Потому что первую мама похоронила каким-то образом. В унитаз смывать не хочу. Это не по-христиански. Да, я вообще, говорит, мусорку выбросил. В смысле, в мусорку. Нет, точно не в мусорку. Я думаю, в унитаз. Самое типичное в ее привычную среду обитания. Да, она попадет там в очистные. В унитаз же не в реку попадет, а попадет на сеточку. Все, конечно. Ну, вообще, надо подумать. Просто я сейчас читала ответы мэйл. Очень смешно. Типа, конечно, похороните. Еще крестик из пичек сделаете. Это птичек хоронили с крестиком. А еще можно этот. А мою рыбу кот съел. А я своих скармливал котам. Ну, короче, фиг знает, что делать. Вообще, приехали за Полиной. Сейчас поедем ей линзы выбирать. Полина пришла выбирать тебе линзы. Потому что она слепо-жаро ничего не видит. Офигеть, здесь как музей вообще. Мы что, в дворце? Дворец Екатерина Второй? Дворец Екатерина Второй? Представляете, пока я была в салоне, мне пишет Даня. Фотку, точнее, присылает с шиномонтажа. Это что такое? Это в правом углу какое-то солнце. Какое-то солнце. Короче, вот, смотрите, на что мы наехали. Даня, расскажи историю. Еду на машине. Чувствую, что будто бы телегу какую-то прицепили сзади. Что прям будто машина что-то тянет. Что как-то тяжело едет. Я подумал, что, может быть, из-за холода и бензина мало. Может, так страны передач переключаются. А потом мне бикает мужик, равняется со мной и показывает. Стекло пусти, опусти. Он такой, у тебя там колесо сдулось, кричит. Ты уже готов был к наезду, да? Или нет? Да, я думал. Не, не, я почему сразу думал, что у меня что-то багажник может открыть. Не, не, не. Нас уже так выручали и таксисты, когда у нас что-то отвалилось. Да, поэтому, не, нормально. Я вот доехал до двора какого-то, подкачал колесо. Да, оно было спущено, вообще капец. Полностью. Я уж испугался, что вдруг что-то сломается, то, что на таком езде. Я его подкачал и прям, когда перестаешь накачивать, он прям... Прям сдувался. Капец. Я загуглю, что на монтаж приехал, там вот в каких-то гаражах машину подняли, колесо сняли, доделали. Вот эту штуку достали, отвратительно. Всего лишь, кстати, 300 рублей стоило. То есть я всегда забываю, что это дешево. Я всегда думал, блин, минимум полторы. А какие полторы? А не просто за платочку. Металл, короче, наехали. Но это все равно не круто, колесо не целостное уже. Вот. Так что стоило мне Даню ставить на полчаса с машиной, он уже нашел приключение. Вот так вот. Ну быстро справился со всем, нормально. Итак, мои новости. Блин, когда солнце, это, конечно, здорово, но очень раздражает, когда оно светит в глаза. Короче, вот прядь красная. Мне осветлили, там где-то и вторая прядь. Видно вам? Не знаю. Короче, мне осветлили до такого рыжего. Это плохая очень база осветления. Черный никак не осветлялся. И покрасили красным просто для интереса, что вообще, как, получится или нет. В общем, красный взялся на такой рыжий. И это без смывки, это просто осветление. Но она сказала, что цвет будет грязным, скорее всего. Но я предложила ей, давайте посмотрим, попробуем осветлиться, как получится. Если получится совсем плохо, мы просто отстрижем все, что плохого цвета. Потому что она сказала, что на концах черный, плохо осветленный, а на корнях хороший. Я такая, ну давайте посмотрим. Осветлимся, а потом подстрижемся под цвет. И уже подумаю, может и не красный, если совсем плохо все будет. А русый, например. Ну, постепенно, типа, выходить. Вот, во что-то. Вот такие дела. А я вам не сказала, я вообще хочу-то красный. Я хочу вот такие работы, где-то так. И хочу себе стрижку прикольную какую-то. Я просто уже очень давно хожу с черным цветом. Довольно давно. И полтора года где-то. И что-то мне захотелось так, перемен каких-то. Хотя я понимаю, что это будет сложно. Вот. Подкрашиваться я не знаю как. Но я думаю, сейчас от корней покрасимся. А потом сделаю растушевочку. Когда они потом отрастут сантиметр. Потому что сейчас у меня нет сантиметра. А я хочу уже покрасить их сейчас. Тогда уже будем думать, что дальше. Но пока просто покрасимся в красный, если получится. Будет здорово. А сейчас я приехала на промывание. Третий раз на процедуру. У нас масленица. Ну, наступающий. Ваня, привет. Привет. Привет, Полина. Привет, Даня. Привет. Делаем блинчики. Даня варит пенопласт. Да. Капелло. Ну, посмотрим, что получится. Полина напекла блинов. Вообще. И будем пробовать сейчас тапиоку. Но это не тапиока. Тапиока. И тут еще такая штука. А вот. Вот это тапиока. Нет, Даня. Ты знаешь, антрасгель. Это будет по полути. Даня, ну попробуем. Блядь. Все, хватит. Ты сначала эту попробуй. Она безвкусная. Славь. Ладно, давай попробуем ложь. Это рыбки. Бля, это икра рыб. Ой. Интересно. Ну, 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 че, 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 че. Там херня, конечно. В плане ее мало, типа. Нет, а сам вкусно, нормально? Это блин надо. А блин сокровать. А блин сокровать. А, когда нет денег просто икру без икры. Блины сокровать делать. И вкусно она делала. Ну, кому я бы сечет. Даня, зачем ты столько налил? Короче, у нас осталось очень много крема, и мы решили сделать мороженое. Идея не очень, но... Хорошая, хорошая идея. Ну, посмотрим по результату, как идея. Вот, сделали блинный торт. Вот он так выглядит. Оп. Надеюсь, нормальный. Потому что идея не очень я в ТикТоке увидела. Смотрим с ребятами самый странный в мире фильм. Называется... Все и сразу. Все и сразу. Ребят, вы слышите этот звук? Пулька в шоке. Да, именно. Это звук баллоневых штанов. Да еще и посмотрите, каких. О май гад. Я считаю, это самый красивый в мире баллоневые штаны. Вообще, мне так нравится мой лук. Еще татуировка так круто. И выглядывается под этой футболки. Вообще, футболка, вот это огонь. Мы так привыкли просто к оверсайз-футболкам. А эта, она вот прям по размеру мне. Она чуть большая, но она не оверсайз. Мне так и нравится вообще. Короче, мы решили зачем-то покататься на сноуборде. Как зачем-то? Ты посмотри, какое солнце на улице. На улице солнце, да, сегодня. И мы решили покататься. Еще времени мало. И сегодня выходной, поэтому... Я ни разу не ездила на сноуборде вообще. В детстве один раз, но это был псевдо-сноуборг. Вот, но я планирую прям, знаете, на низ горки спуститься и оттуда чуть-чуть проехать 2 метра. Потому что мне очень страшно, я очень боюсь. Я планирую, что мы спустимся, так покатаемся, и Настя войдет во вкус, и мы вам сверху. Не-не-не. Наделаю еще термокофту. Блин, я запарюсь, наверное, да? Наверное. У меня вот что, Настя. У меня тоже лишь тоненькая поддевка и кофта одна с начесом, и все. И куртка теплая. Я уже точно спина спотеет здесь вот. Поэтому смотри аккуратно. Ну, блин, мне так нравится сочетание сиреневого и розового. Вообще. Пришли в прокат. Всем привет. Ну что, как я выгляжу? Высоточный позер. У Насти все по цвету этому розовенькому. И ботинки, на самом деле, сноуборд розовый. Да, девчачий. Первый раз буду. Честно, очень страшно. Мы куда-нибудь придем, где, ну, безопасно. 800 рублей с нас двоих за час катания за шлем и сноуборд в сумме. Да, без подъемника. Да. Все, погнали. Итак. Настя, второй спуск. Молодец, молодец. Зато почувствовал, что бывает, когда лет вперед. Давай-давай. Вау. Все пойдет. Нет? Офигеть. Хорош. Офигеть. Далеко уехала. Блин, молодец. Ну все, экзамен прошла. Теперь на ту горку надо. На ту, Настя. Вот как она далеко уехала. Капец. Да, ты как далеко уехала, офигеть. Ну что? Очень круто. Ну не взрывать еще не понимала как. А ехать просто могу. Хорош. Ну что, на большую горку? Нет. Нет? Офигеть, тут даже чай есть. Кипяточек. Правда, стаканов нет? Конечно. Ну можно попросить у меня. Вообще круто. Здесь еще кофе лайк поставили, что вообще хочется. Сразу чайку. А мы сейчас уже домой через минуту придем, так что. Короче, мои впечатления. Очень понравилось. Вообще прикольно. Ну вначале тебе какое-то сопротивление будет, а не понравилось вначале? Ну вначале страшно, непривычно. Но из-за того, что я каталась на скейте, вообще похоже. Ощущения незнакомы. Вот. Настя очень быстро все схватила. Она даже не падала. То есть мне потребовалось 7 раз съехать, чтобы съехать без падения. А Настя уже на второй раз полноценно уже ехала и спустилась. У меня, короче, сначала не получалось даже просто. Ну типа я сижу, надела ботинки. И я не понимаю, как встать так, чтобы не вообще. Ну короче, не получалось встать. Потом у меня так сильно заболели мышцы ног. Мы, кстати, еще забыли размяться. И рук, потому что на руки падаешь. А ноги, потому что они постоянно, ну ступни напряжены. И, короче, не понимала. А потом мне мужик такой говорит, типа. А ты попробуй, типа, шаркать. Попробуй не ехать, не разгонять, ничего. Просто шаркать, скрепстить. Типа туда-сюда. И я реально начала их делать. Он мне объяснил, что надо равновесие, чтобы было на коленках, типа. Все время согнутыми коленками. И как бы и плечики. Вот. То есть плечи, колени и пятки. Вот эти три момента. Упор на них делаешь. И скрепешься. И все. И я поехала. И у меня получилось. И мне понравилось. Вообще, короче, классно. Не знаю, больше мне нравится это, чем лыжи. Или, ну, не знаю. Я как-то вообще очень боюсь просто падать. Боюсь травм. Вот. Но, в принципе, очень прикольно. Особенно, когда вот наш дом, а вот горка. Просто. Это очень тверно, типа. Идти от дома на горке, ну, типа минуты три не больше. Два года, да. Два года, да, жить я здесь. Первый раз я на горке. Только лежат мои сырые перчатки. Все хорошо, да? Пулечка все хорошо, да, у тебя? Вот. Я на зарядном, понимаете? Ой. Звоним ребятам, они сейчас на Бали. Вот блинный тварь. А, масло все. После катания мы с Полиной пришли в Леруа. И тут лава-лампа. Я хочу лава-лампу. Вы посмотрите. Господи, боже мой. Это что за невероятное зрелище. Я в себе, кстати, всегда хотела. Но я не знаю, куда ее ставить, поэтому. Но это очень прикольно. Мы пришли в землю. И смотрите, что я вам хотела показать. Представляете, как он хотел жить? Он в грунте пророс. И порвал пакет. И вырос. Это вообще нереально. Мне так понравилось вообще. Круто. А я сейчас куплю землю просто для цветков. Своих подсыпать. Смотрите, какую штуку купила в Леруа. Это, не знаю, как это называется. Ну, тестер цвета, наверное. Короче, это краска. Просто. Это просто краска, которой можно закрасить стену. Единственное, что это не под цвет обоев. Но вообще похоже, да? По-моему, она немножко темнее. Смотрите, как происходит. То есть просто вот такая капелька капается. И вот так вот, как бы... Ну, и типа размазывается. Ой, зинь, зинь, зинь. Вот. Но она темнее, конечно. Вот так вот еще вкапнем. И вот так размажем. Короче, капнем и вот так вот размажем. Вообще, ну, прикольная тема. Вот. Если так, может, побольше размазать. Обои у нас, конечно, ну, вообще некудышные. Да, Чарли говорит, какая же хрень. Ну, блин, я знала, что будет темнее, потому что я уже замазывала. Вообще, можно смешать, наверное, с белой краской. Сейчас оно... Нельзя! 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 Сейчас оно подсохнет посветлее. Вот я уже вот тут замазывала. Ну, давно. Блин, ну, конечно, с белой красочкой смешать. А вот тут тоже. Вообще, мне нравится таким заниматься, честно говоря. Люблю такие вещи. Еще вам покупки-то не показала. Я купила... Купила вот такие фильтры. Вот. Раз в полгода или раз в год. Ну, вот раз в год, да, не меняем. Это у нас вот там краник такой, фильтр. И там вот три таких штуки стоят. Потом купила диффузор, или как это называется. Какую-то просто лютую дичь от плесени. И новую землю. У нас в цветках плесень. Я уже пробовала лимонной кислотой. И вот видите, прям грибы вырастают за неделю. И плесень появляется. Хотя цветочку все устраивает. Растет, новые листики появляются. И так во всех цветах происходит. Я уже задолбалась пытаться их починить. Купила, наконец-то, средства. Короче, мы с Даней сейчас занимались вот этим вот отравой цветов. Даня, расскажи, пожалуйста. В общем, мы отравили соседичь. Потому что мы поливали цветы, практически пахнут навозом. Не навозом. Ну, как ты сказал, вдохлыми свиньями. Ну да, зашел в свинарник, и там мертвая крыса. Ой, ну, что поняли. И говно. И все это вместе. Еще кариес. Вот еще кариес. И вот это все в сумме, это, в общем, это отрава. И мы эти цветки вот как бы обрабатывали в коридоре. И там невозможно находиться. Лучше уже дома. Типа, там просто дверь вот так открываешь в квартиру. Этот запах вот резко бьет тебе в нос. Хотя ты находишься вот тут, где я сейчас. Закрываешь, и все. Типа, это нереально. Если эта плесень не сдохнет, я уже не знаю, что тогда должно ее убить. Еще вычесала свой цветок. Там было очень много таких сухих штучек. Немножко зеленых, конечно, случайно оторвала. Но уже неплохо. Я приехала в Северо-Западный. Это у нас такой торговый центр. Купить себе новую пудру для лица тональную. Вот этот магазинчик Green Mandarin. Здесь очень много всяких прикольных штук. Вот эта пудра, которую я покупаю. Crystal Minerals называется. Вот. Единственное, что срок у нее плохой. Через месяц закончится. Такая еще штука красивая вообще. Хочу тоже. Купила. Просто немножко другой оттенок с более хорошим сроком. Потому что меня аж испугало. Тут написано 24 месяца всего. Уже такие старые. Там были 19-го года даже. Я бы на их месте отодрала и продавала себе. Я бы даже не заметила, как покупателя. Вообще, я сегодня очень даже красиво выгляжу. Сейчас иду на встречу с подружкой, с Ирой. Пойдем в наш бар молодежный, где мы празднуем день рождения Дании. Ой, хотела, кстати, вам насчет косметики показать вообще все мои средства косметические. Как-нибудь, думаю, снять такой обзорчик. И еще снять хочу снова туториал на стрелки на новейшем веке, как я рисую. Разных типов. Потому что у меня прошлое видео так хорошо зашло. Вот. Мне не очень нравится, как я там его сняла. А сейчас я бы хотела разные стрелки показать. Потому что веки у меня новейшие. Ну, типа. Понятно? Вот так вот. Иришка, привет! Мы пришли. Он молодежный. Вот такой у Иры с компотиком. Коктейльчик. Я забыла, как он называется. Что-то какой-то... Я хочу в чепере пробовать все коктейли молодежные. Прикиньте, я взяла хачапури. Такая вкусная. Господи, боже мой, он с вишней. Ой, хачапури. Как это называется? Нарядные. Нарядные у Иры как-то это называется. Ну, правда нарядные. У тебя же... С вишней и чебурек. Господи, это самое вкусное, что я пробовала в своей жизни. Еще и со сметаной. С сербской вишней. С сербской вишней. Починем лампу. У меня снимали? Да. Я знаю, что она... Ну, давай. Такой Настя хочет чебурек. Будет кушать? Да. Очень вкусно. Уже чебуреки во мне. Два. Чай как тебе? Чай очень вкусный. Ир говорит, ему что-то не хватает. Я считаю, он полноценный. Полноценный. Обалденно. Ребята, всем доброе утро. Это окончание влога. Хотела просто вам показать уровень ваще жести, который творится на дорогах сегодня. Там на Мело просто офигеет. Там метель. Метель, снегопад. Хотя сегодня уже почти март. Типа через пару дней март. Всю неделю вообще не было снега. Не было снега всю неделю. И тут вот... А сегодня, кстати, родители возвращаются из Ирана. Они ездили в путешествие. И надо дальше почистить всю городецкую. А я сейчас заканчиваю влог. Вот. Всем пока. Следующий влог я начну прямо сейчас. Потому что еду на окрашивание. Вот. Всем спасибо большое за просмотр. Всех целую. И всем пока.